всем привет вы на канале industrial tool меня зовут андрей сегодня у нас на обзоре будет аккумуляторный бесщеточный триммер от компании greenworks триммер этот на 82 вольта и мощностью 2 киловатта это наверное самый мощный триммер аккумуляторный который сейчас можно купить в россии 2 киловаттный триммер есть у компании makita но в россии он не продается питается он от двух 40 вольтовых аккумуляторов то есть тоже 80 вольт других компаний я не знаю есть ли такие триммеры еще можно в россии купить полтора киловатта makita вский но стоить он будет немножко дороже чем тот же greenworks ну давайте смотреть распаковывать и знакомиться с аппаратом погнали чтобы вы понимали коробка здесь с мой рост размеры ее здесь указаны так 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 184 с половиной на тридцать четыре с половиной на 25 с половиной сантиметров давайте попробую это уложить на стол принципе то коробка не такая тяжелая как она кажется изначально указано на упаковке что здесь нет аккумулятора и зарядного устройства хотя в коробке место под него есть также здесь указано что эта линейка 82 вольта и к ней есть еще инструмент две воздуходувки цепная пила кусторез триммер высоторез это кромки делать газонные не знаю для чего отдельно что ли нужно покупать аж с двигателем либо существуют насадки не узнавал потом идет культиватор и триммер модель данного триммера tb 201h ну еще есть вот такая информация небольшая интересная с краю с леской ширина кошения 457 миллиметров и обороты 5500 с трехлопастным ножом 304 миллиметра ширина кошения и 5500 обороты с кусторезом с диском он диск идет на 203 миллиметра и обороты 8000 ну и давайте вскрывать вау место тут конечно сейчас покажу видите тут очень много пустого места особенно вот здесь это связано с тем скорее всего что есть цельная ручка неразборная ну что триммер я распаковал и давайте потихоньку смотреть комплектацию и сам пример как видите в экран он весь не влазит поэтому будем частями разглядываться и так комплектацию входит сумка сумка больше похоже на какую-то аптечку судя по крестику на сумку можно крепить на какой нибудь ремень и скорее всего ее можно закрепить на разгрузку разгрузку мы попозже посмотрим здесь вот такая есть липучка давайте смотреть что внутри внутри ключик под торкс вот такой ключ для бензопил комплект крепления ручки который уходит пружина болт с барашком ноют такие кронштейны металлические такая огромная шайба еще одна шайба и большая гайка здесь резьба идет м12 то есть как на больших уже серьезных бензиновых триммерах и еще есть такой вот крючок крючок сделан для установки на безопасный такой как вот я у пита показывал на безопасную разгрузку короче для бы быстро съем все сумка пустая здесь у нас есть сеточка отделения и под различные отвертки большой карман и маленькие подключики сумка это вообще конечно плюс огромный макиты был просто мешок куда все горстью засыпаешь здесь прям шикарный далее в комплекте находится два диска давайте посмотрим один диск компания регион brush cutter blade это короче кусторез видите можно пилить деревья давайте посмотрим прикольно диск компания регион и сразу же они делают для компании greenworks офигеть я таких дисков не видел острый просто невероятно вот это острые штуки можно порезаться диаметр 200 максимальные обороты 13000 посадочные 25 и 4 22 зуба толщина 16 ну здесь это обычный металл здесь нет напаяк каких-то прикольно надо будет попробовать сделан свитом это кстати к чему и крестик был на сумочке скорее всего но этот диск можно затачивать есть инструкция и к этому диску к этому диску сразу же идет вот такой кожух кожух металлический не пластик следующий диск этот трех лопастной в обычной коробке не фирменный просто в картон в картоне но тоже есть логотип greenworks commercial этот диск уже идет диаметром 300 2 и 3 толщина 3 зуба посадка такая же по понятное дело 25 и 4 и максимальные обороты 11500 и заточка на две стороны то есть его можно ставить как в одну сторону так и в другую и к нему тоже идет свой кожух к нему идет уже вот такой кожух и он пластиковый не металлический видите здесь написано с леской нельзя с лопастными можно из кусторезом нельзя также здесь идет три винта тоже под торкс и они не выпадают отсюда не потеряшки далее в комплекте положили немножко лески такая витая толщина ее 0,95 тысячных дюйма нейлоновая но это я так понимаю 24 также в катушка уже заряжена и естественно сюда идет свой кожух видите здесь указано что это кожух для диска с леской тоже те же самые винты не потеряшки и нож ну давайте открутим катушку посмотрим ее поближе здесь есть отверстие вставляем сюда шестигранный ключ стопор проворачиваем до упора вот мы поймали фиксатор и за верхнюю крышку крутим против часовой стрелки внутри здесь вот такая огромная шайба и защитная шайба для того чтобы леска точнее трава не наматывалась внутрь под чашку да вот отверстие для остановки ключа на трех болтах прикручена шайба большая и внутри виднеется подшипник здесь прям защищена так видите это огромная шайба здесь сложно намотаться траве внутрь есть прямо защита защита очень надежно и получается вот этот ключ у нас попадает как раз вот в эту шайбу такую конструкцию вижу впервые рассмотрим поближе катушку катушка прям огромная для сравнения от орнитоле катушечка ну по диаметру она одинаковая она просто по высоте огромная но опять же эта катушка маленькая сейчас сравним со стандартный вот катушка которая ведет как более стандартная ну как бы все равно она больше давайте разберем надо оторвать эти штучки чтобы не размоталась леска здесь есть вот такие штучки фиксаторы ну как принципе и на всех стандартных катушках внутри там я вижу шайба есть для того чтобы пружиной не стиралась вот эти металлические штучки и так понимаю несъемные то есть когда они сотрутся заменить их вряд ли получится и резьба здесь м12 то есть от makita сюда уже я катушечку не поставлю следующий аксессуар это разгрузка она состоит здесь аж из двух частей если честно нужно разбираться как это все повесить его тут увидит раз сама разгрузка такая огромная сзади я так понимаю это крепление под рюкзак который с аккумуляторами идет интересненько пояс прямо такой мощный мягкий очень похожая разгрузка на разгрузку который идет с рюкзаками макитовскими без трубка какая-то проложена карман чтобы что-то вешать здесь тоже трубка а ну это вот наоборот здесь карманчик на змейке непонятно тоже для чего чтобы положить какие-то мелкие детали сзади спинка очень мягкая здесь как-то что-то нажимается регулировать высоту до регулируется высота спины и высота пояса пояса не регулируется пояс здесь вот так крутится на это видимо для того чтобы снимать рюкзак когда сзади аккумуляторный рюкзак наденется чтобы его снять но так как этот триммер я так понимаю аккумулятор будет перевешивать назад либо он тяжелый скорее всего нужно использовать только вот с такой правильной разгрузки сейчас попробую ее надеть и показать вам как это выглядит короче вот одну часть я нацепил на себя теперь с горем пополам скажу честно теперь надо подумать как является вторая часть сейчас буду думать короче ребята я сейчас специально снял халат вот work pro потому что здесь дофига лямок здесь дофига лямок непонятно вид не видно точно как он сидит путайся в этих лямках поэтому показываю короче это не разгрузка это целый скуфандр не знаю космонавты наверно легче надеть одеться чем ну в принципе это первый раз понятно любой столкнется с этим возникнут какие-то проблемы но если есть голова как говорится на плечах то я думаю сложности не возникнет не знаю правильно ли я все сделал ну я вроде бы вроде бы вроде бы все нацепил все что можно показываю как теперь он одевается в принципе ничего сложного одевается как обычный рюкзак надели теперь ищем подкладку для спины берем ее застежки застегиваем их можно ее подтянуть вот за этот рычаг подтянули плотненько ну скажу вам сразу разгрузка плена охеренная она просто офигенная я думаю в ней просить одно удовольствие будет теперь застегиваем грудь тоже можно подтянуть затянуть кстати это не трубки как как я говорил это вот вот эти застежки для груди они просто вот на них держится не знаю надежно это решение ненадежное но можно регулировать вверх вниз это для этого сделано чтобы вот этот шнурок вы могли поднимать и пускать потом зажали вот так и все застегнули одну часть застегнули также есть еще здесь вот такие два рычага все я так понимаю места хотя нет но не все ну в основном все места которые можно затягивать указаны видите здесь на веревочке такая есть зеленая подкладка это значит для того чтобы подтянуть вот здесь есть два рычага они подтягивают если тянуть у меня уже максимально это вот эту часть плечи плечевые ремни можно уменьшить в принципе я затянул мне нормально и теперь последнее это вот это она тоже отдельно снимается вот видите здесь ну ее можно не снимать один раз нацепили недостаточно вот она под этими ремнями это вот это вот часть для чего она нужна она тоже подтягивается со всех сторон с трех нацепили трех четырех с четырех сторон ее можно затягивать это крепление вот этой юс басни здесь у нее мягкая тоже подкладка под ногу и к ней идет h2 ремня как бы даже не два непонятно здесь резинка ну короче так лямок конечно дофигища но вот я быстро отдела это я вам показывал как в ремень 2 секунды он одевается на самом деле закажется и он очень удобный потому что он везде мягкий вот здесь все мягкая спина мягкая поясница мягкая спина болеть не будет хоть и триммер возможно потяжелее будет чем мои старые но судя по этому там не намного он тяжелее ну узнаем по факту предлагаю по узлам рассмотреть этот триммер давайте начнем с редуктора в инструкции указано что заменять масло в данном редукторе необходимо каждые 50 моточасов делается это просто откручивается вот этот винт и добавляет сюда масло просто добавляется но я обнаружил здесь небольшой косячок на редукторе некоторые видны некоторые болты сделаны под шестигранник а в комплекте то идет торкс и как бы но этот еще подходит но это неправильно а здесь вот например под торкс вот этот винт который крепит редуктор к штанге и чтобы открутить придется достать свой ключик например от компании дали затянуто затянуто было нормально так болт вот такой коротенький с прокладкой и внутри мы видим что там смазочка наполнена полностью поэтому закрываем пока больше туда не лезем потому как он новый болты как будто на фиксаторе туговато крутится хотя визуально фиксатора нет ну вал мощный вал мощнее чем в тех триммерах что у меня прям здоровенный так сняли крышку она же сразу идет как фиксатор подшипника подшипник 6202 д.у. от компании и носка то есть подшипник стоит хороший качественный также смазку необходимо менять на самой штанге штанга здесь цельная что является как бы и плюсом и бинусом но больше мне кажется плюсом так как это коммерческая серия перевозить это будут в каком-нибудь фургоне особенно в америке вы видели там в прицепах там прямо организации занимаются этот триммер либо для дома у кого прям огромные участки либо именно для коммерческих организаций и поэтому цельный вал это намного надежнее меньше износ и так далее менять масло на валу не смазку необходимо каждые 200 моточасов давайте покажу как туда до долезть необходимо открутить вот эти два шестигранника болта под шестигранник мне кажется их можно просто ослабить не до конца откручивать и необходимо открутить вот этот под торкс болтик он как раз просто прикручен к валу здесь кстати толщина вала 20 по моему 8 сейчас посмотрим до 28 миллиметров а у мохиты идет 24 миллиметра все дальше откручивать не надо чувствуете что начал шевелиться можно снимать редуктор здесь внутри видим подшипник 6001 z вот такая заглушка которая была одета здесь ну и вот он сам вал мы его просто так берем вытаскиваем видите он весь смазки смазываем и обратно затягиваем попали шестерни и все ставим на место эту заглушечку ну и все можно ставить на место редуктор ничего сложного нету переходим дальше вот такая здесь ручка и управление триммером давайте чуть-чуть здесь посмотрим как что работает ну здесь есть защитный выключатель без которого вот эта кнопка не включится пуска давайте смотреть включение производится клавиши питания один раз нажали включилась если долго не нажимаем триммер сам отключится секунд через 10 давайте подождем все отключился включаем следующая кнопка это кажется что их две на самом деле это одна кнопка меняет режимы у триммера нет памяти если мы оставим на первом режиме выключим выключать нужно держать включать можно не держать видите включается он все время в максимальном режиме и включаем выключатель здесь триггерный то есть чем меньше мы нажимаем тем медленнее скорость также по ощущениям есть режим как как макете soft но лоут только то есть без нагрузки триммер быстро не крутится это чувствуется когда у тебя включил на третьей скорости как будто скорость но это не точно надо будет проверить уже на траве и режим реверса если нажать и удерживать эту кнопку включается режим реверса причем реверса я проверял работает 10 секунд если сразу отпустили он отключается если же ну нажали и удерживаем он 10 секунд поработает и остановится ну в принципе с управлением понятно предлагаю разобрать ручку я ее уже открутил мне кажется кстати если вот это вот отдельно ложить или класть в коробку то место будет занимать меньше открутили все винты и и давайте вскроем так здесь есть еще скобочка вот такая скоба для того чтобы никто сюда не залазил об вскрыли и что мы здесь внутри видим защитный механизм кнопка защищена тут вообще все защищено здесь еще какая-то кнопочка на контроллер идет все залито полностью клеммы провод даже в такой в тряпичный какой-то полностью заделан интересно выключатель очень маленький но полностью защищен от влаги пыли непонятно что за фирма сделано пока не нравится на штанге еще мы можем увидеть здесь информацию о триммере на русском языке триммер с диском кусторезом и трехлопастным ножом 82 вольта модель 201h артикул его 211 24 07 указана различная информация дата производства 5 месяц 24 год то есть вообще свежачок используйте только оригинальные батареи greenworks сделано в китае и скорости какие нужны теперь давайте рассмотрим моторный отсек и отсек крепления ручки ну здесь вот эта часть металлическая далее идет пластик есть что очень удобно большое крепление для крючка то есть мы можем сами выбирать баланс в зависимости от веса аккумулятора на разные места вешать триммер и так сказать ловить баланс здесь у нас указано greenworks commercial сам двигатель точнее корпус двигателя здесь есть металлическая на заклепках этикетка оптимус сверху у нас тоже есть надпись оптимус и это краска не наклейка greenwork commercial с обратной стороны тоже и нижняя часть у нас сделана из металла и что интересно что интересно видите здесь есть сеточка воздухозапорник сделан сеточкой прошлые триммеры у этой компании были с нижним двигателем но у них были и с нижним и с верхним но по-моему они начинают я не знаю точно это не точно смотрю в продаже начали пропадать триммеры с нижним двигателем они остались только с бубликом с ручкой я думаю это сделано потому что с нижним двигателем мощные особенно триммеры очень сложно сделать для него охлаждение нормальное а для чего здесь сделана сетка я сейчас покажу вот он комби мотор makita с верхним двигателем и видите сюда затягивается вся грязь и трава хоть двигатель и находится сверху и он там еще в одном корпусе все равно попадает туда весь мусор и трава потому что там работает крыльчатка вентилятор всасывается в воздух и вся взвесь пыль идет прямо в двигатель здесь же ребята продумали и сделали эту сетку я видел ролики японские с триммерами makita и там один товарищ надевает тряпочный мешочек такой сетчатый на весь задний двигатель видимо спасает здесь же сетка есть и в инструкции указано ее периодически нужно вот так откручивать самостоятельно снимать и чистить более того мы здесь видим очень мощный радиатор видите это все штырьки это радиатор контроллера то есть охлаждение здесь сделано прямо можно сказать на профессиональном уровне здесь есть отсек для аккумулятора вот такой рычаг который удерживает аккумулятор и внизу здесь вот эта вот штука она подпружинена для того чтобы выталкивать аккумулятор потому как аккумулятор у нас большенький конкретно у меня это пятерочка 5 ампер часов и это сколько 360 ватт часов вот здесь есть отверстия контакты и клеммы смотрим как они здесь расположены а также вот есть специальный упор для этого рычага поэтому таким образом он вставляется нажимаем все аккумулятор вставлен для того чтобы вытащить просто вот сюда нажимаем и он видите поднялся сам и так открутили винты на верхней крышке и снимаем оп верхняя зеленая крышка это пластик это тоже пластик внутри мы видим вот такой как бы воздухозаборник тут целая турбина получается видите металлическая часть прикручена вот на такие большие болты и они с фиксатором откручиваются тяжело я на всякий случай закрутил обратно сеточку чтобы не помять вот эти вот радиатор это уже металл он служит чисто для защиты чтобы можно ставить на землю триммер первым делом снимается вот эта вот часть она состоит из двух половин но они изнутри как-то скручены что ли да они внутри болтиком скручены винтиком поэтому снимается цельная здесь мы видим проложен кабель кабель как и мы там видели обмотан чем-то внутри самой штанги мощная железная скоба прикручена сразу на три винта на три болта то есть крепление здесь прям мощное рулевое штанга прикручена еще на два болтика и на две скобы давайте снимем отсек мотора здесь я винты не вытаскивал чтобы они не потерялись вот такая половинка здесь кстати есть резиночка демпфер у меня тут сразу выпала вот эта часть которая аккумулятор удерживает ну и здесь ничего такого сложного нет вот 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 так выглядит наш движок здесь вставлена запчасть которая вытаскивает аккумулятор кстати сделано удобно узлы видите этот узел сборе то есть мы открыли у нас не выпадают ни пружинки ничего чтобы разобрать вот здесь две скобы есть сделано вообще вот я смотрю ну на профессиональном уровне клемма тоже и так и и так 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 и но так все штангу отделили на штанге видите какая мощная это все металл теперь давайте посмотрим на наш двигатель такой огромный радиатор два конденсатора силовые провода здесь не знаю что это такое подшипник nmb таиланд да и двигатель здесь получается вот этот внешний соединен он здесь напрямую блин это круто и вот такая турбина получается крыльчатка вот это всасывает воздух либо вытягиваю вытягивать его скорее всего отсюда двигатель здесь вот globe 6435 цифры видите собрали и теперь покажу как крепится сама ручка здесь нужна пружинка потом вот эта часть нижняя на ручке видите уже размечена ставим закрываем выравниваем примерно как нам нужно но это мы уже потом на месте отрегулируем и закручиваем все готово можно включить все работает ну и давайте пробовать здесь есть вот такой крючок которым я говорил быстро съем и на него крепится сам пример триммер конечно же если мы вот так берем аккумулятор перевешивает поэтому крепим его видите а теперь он не не перевешивает потому что я закрепил его на самую последнюю и в зависимости от веса аккумулятора мы можем ее менять я не знаю видно вам не видно еще например повешу сюда уже идет по середине баланс то есть мне нужно его вперед направлять чтобы он головка косила внизу также можно приподнять если нам нужно повыше руль ну пока 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 мне все нравится ну что ребята идем дальше триммер мы сам и рассмотрели теперь давайте посмотрим чем же этот триммер питается ну я уже показывал аккумулятор поставляется так как триммер идет голая комплектация отдельно есть вот такой так называемый кит в этой коробке внутри лежит еще две коробки от аккумулятора и от зарядного есть наклейка девятый класс опасности для перевозки в самолетах предупреждение как на самой большой коробке так и отдельно на аккумуляторе тоже гарантия один год написано на коробочках внутри в каждой есть инструкция и гарантийный талон и аккумулятор еще был упакован в такой пакетик я изучил инструкции естественно перед тем как все это смотреть и здесь небольшую нестыковочку нашел на заряднике внизу указано время зарядки аккумулятора два с половиной ампер часа 30 минут а пятерки 60 минут то есть час а в инструкции аккумулятору указано что время заряда два с половиной ампер часа 36 минут а пятерки 75 минут то есть нестыковка хотя указано прямо артикул на каком зарядном устройстве артикул конкретно вот этого зарядника и в инструкции от зарядника указано что ток заряда 4 ампер часа по весу на упаковочке есть наклейки вес 278 аккумулятора и 149 зарядника заряднику идут два провода один провод английский вот такой здесь предохранитель нам этот провод не нужен он у нас таких розеток нет ну а здесь обычный такой провод и что интересно ну мало кто делает раз съемные провода для зарядок здесь же такой провод сделали как бы удобно но я хочу обратиться вообще ко всем производителям неважно это green work с макита и прочей вообще ко всем ко всем почему вы не сделаете на свои зарядных устройствах выключатели такой например как в компьютере сзади возле на блоке питания или там на принтерах ну ведь мы здесь видите можно повесить его на стену он висит в инструкции написано если долго не пользуетесь отключайте от питания то есть каждый раз вынимать включать в розетку это неудобно либо это на какой-то пилот включать а потом пилот общий обесточивать так висит у тебя зарядная нажал кнопочку все она не запитана выглядит как вы видите зарядку таким образом здесь есть охлаждение вот в это отверстие я не знаю вдувается или выдувается потому что вентилятор виден здесь сбоку может быть их два мы сейчас откроем посмотрим а на аккумуляторе когда мы его сюда одеваем как раз отверстие совпадает вот с этим местом и здесь есть отверстие а вот эти все это не отверстие это закрытый это просто муляж отверстие есть только вот здесь и также есть по бокам и верхняя часть она вся в отверстиях то есть воздух будет проходить спокойно и обдуваться как сами банки будут хорошо на аккумулятор есть индикатор питания не питание заряда еще один небольшой минус у этого зарядника когда мы его вставляем в розетку не горит никакой индикатор ты не понимаешь включена она или выключена и только когда ставишь аккумулятор на зарядку начинают мигать индикаторы вот так поближе покажу как выглядит внизу есть четыре ножки их нужно снять под ними винты открутили и не знаю как правильно давай идет так сверху с ними четко располовинить не получится нужно снять вентилятора клеммку и открутить накручивать контактную клемму да здесь два вентилятора один вентилятор видите прямо находится под аккумулятором и выдувает он вот сюда в бок а второй вентилятор вот он выдувает весь все тепло от самого зарядника ну и вот такие компоненты здесь ну сделано принципе как у макиты тоже самое абсолютно такая же заливка идет вот этим белым непонятным веществом так что все сделано отлично и вентиляторы тоже брашлес и он глин открутили 4 винта и сзади у нас такая защита контакты предохранитель большой 75 вольт дисси на 50 ампер ну и аккумуляторы и в инр 18650 25 п 2 с половиной ампер часа здесь их получается сколько раз два три 4 5 6 7 8 раз два три 4 5 40 штук датчик температуры ну вот в принципе все вот я подключил в розетку давайте подключим аккумулятор но он у меня заряжен поэтому не знаю что она покажет она она сразу показывает что он заряженный но теперь давайте сделаем какие-нибудь выводы если честно компании greenworks я относился скептически я думал это такая китайщина полнейшая какие-то ну пластик цвет больше похож на что-то игрушечное мне вот если честно казалось что он так выглядит как будто хрупкий на самом деле получается скорее всего это не так это лишь наши заблуждение после того как мы вскрыли сегодня я увидел что-то внутри а там блин ну реально профессиональное все я конечно понимаю что у компании greenworks есть какой-то есть такие инструменты скорее все это мелкие там шуруповерты всякие пилы мелкие которые они заказывают у сторонних производителей возможно там можно увидеть совсем другое но именно в профессиональной технике вот коммерческой мы видим скорее всего это собрано на своих собственных заводах это свои разработки и сделано там все очень качественно и профессионально в чем мы с вами и убедились так как видео наверно уже длинная косить мы в этом ролике не будем оставим это для следующих роликов по поводу цены в интернете такой триммер голый стоит 45 тысяч рублей там 44 990 всем кому понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока